приветствую всех на канале пчеловодство и природа сегодня 9 марта погода у нас такая вот весенняя дождик идет но другого времени у нас для съемки не особо есть поэтому когда получается тогда и снимаем значит ходила бродила там по ютубу эстафета и сергей джелка передал ее мне спасибо значит ну что там предлагают ответить на несколько вопросов этой эстафете для чего вы создали свой канал о чем этот канал и как относится семья к вашему занятию значит но я бы добавил еще что для чего вы создали свой канал и как к этому пришли потому что просто для чего создали это будет пол рассказа и не совсем все будет понятно поэтому я так просмотрел кто принял эту эстафету и рассказывал то в принципе это часть жизни и часть жизни как вы пришли к этому к этому этому каналу своему и к ютубу ну что значит я родился практически когда начал что-то понимать то пчелы уже у нас были то есть практически самого рождения отец держал небольшую пасеку ну пасека порядка там 10 ульев и вырос я собственно говоря среди пчел тогда это ну я не знаю родился я в шестьдесят втором году и как бы ну лет пять было мне когда я уже там вот что-то начинал понимать игрушки какие у нас были вот среди пчел я и рос собственно говоря бегал босиком и практически ну так без одежды поэтому жалили конечно нещадно эти пчелы меня ходил весь ужаленный в основном старались в голову так что глаза опухали и закрывались и иногда вообще ничего не видел ну и отец меня конечно учил некоторым приемом обращения с пчелами ну например один и один из таких приемов чтобы пчела не ужалил а если она там агрессивно летает вокруг тебя не махать ни в коем случае руками стать спокойно и стоять закрыть глаза и пока это пчела не улетит ну естественно в основном они не улетали в основном летали возле глаз и все равно мне там попадала значит тогда второе чему меня обучал отец чем быстрее убрать жилу убрать жилу ну когда ты его не видишь где она то лучше всего ногтями значит по скрести несколько раз быстро чтобы жалящий аппарат не продолжал выделять я тогда яда попадает меньше и как бы ну ни в чем не так опухаешь ну и третий момент это он научил меня не бояться пчел а братья их руками так чтобы пчелы не жалили ну в принципе вот это все и потом поспособствовало тому что я свободно себя чувствую с пчелами уже когда стал самостоятельно заниматься значит помогал отцу ну пока ходил в школу там рамки перебирать пчеломаток находить потом другие какие-то работы мед качать вот ну что потом после школы поехал учиться институт армия ну и после армии практически я уже потом приезжал домой только так на побывку так сказать вот и ну что родители со временем умерли пасека конечно ну как никому ее был обслуживать вот и уже в более таком солидном возрасте скажем так вот однажды я приехал домой и увидел что остался один улей целый более-менее такой целый ну был он такой ну вот он это тули кстати стоит был он такой это его обшил обшил тут фанерой с этой стороны вот а изнутри ну вот такая прилетная доска вот это сам отец ее изготовил этому улью практически сколько мне лет то есть вот мне 57 лет вот приблизительно мой ровесник этот улей вот я им там некоторые доски поменял вот обшил утеплил и вот улей привез к себе на пасеку и вот с этого улья началась мое уже самостоятельное пчеловодство ну занимаюсь я уже самостоятельно около десяти лет может чуть больше вот там докупил еще несколько ульев несколько ульев сам сделал вот я бы никогда конечно не подумал что я самостоятельно буду заниматься пчеловодством то есть когда вот уехал я после школы мысли у меня таких чтобы заниматься пчеловодством не было вот ну в какой-то момент вот как это все интересно проявляется что какой-то момент это все ко мне вернулась и когда я уже самостоятельно стал заниматься пчеловодством то постоянно было такое ощущение что я всю жизнь где-то в прошлой жизни был пчеловодом то есть не откуда-то она все знакомо такое странное ощущение сейчас то она уже прошло а вот когда самостоятельно стал заниматься вот поначалу такое было ну и в общем то что вот сейчас данный момент у меня сын снимает как мы пришли к каналу я ему также по наследству пытался передать и что-то рассказать вот говорю это пчелки вот это пчела длинная матка вот это труд не вот так они живут и он всегда ходил за мной перед папа давай снимем и выставим это на youtube а говорю отцеписти меня со своим youtube им я ему еще что-то расскажу на 5 папа давай так вот снимем и выставим на youtube ну и в конце концов в общем я сдался вот и теперь что получается значит все что с этой стороны видеокамеры это моя работа а все что все что с той стороны видеокамеры это его работа это его ответственность и вот такой у нас когда я снимаем видео я говорю мы это имеется в виду я и мой сын видеооператор вот а ему просто нравилось снимать он занимался видеосъемкой любительской сейчас он уже более на таком полу профессиональном уровне то есть у него работа связана с тем что он pr-менеджер и занимается уже его приглашают фирмы снимать различные мероприятия то есть это ему и нравится и это его часть работы поэтому так вот у нас вот так мы открыли свой канал и так к вопросу зачем почему и как вы открыли свой канал вот и моя мысль еще такая была не так часто мы сыном встречаемся у каждого свои интересы таким образом я немножко больше нахожусь с ценам он приезжает ко мне у нас есть общие интересы и все таки но он еще не знает но он все равно будущий пчеловод вот смеется за кадром вот поэтому поэтому вот где-то так вот следующий вопрос о чем канал ну название само говорит за себя то есть первую очередь это пчеловодство и пчеловодство она невозможно без природы то есть это о медоносах в медоносных растениях о деревьях от прищепки деревьев различных там не знаю там мы вот переделка веток деревья снимали пересадку клубники ну и другие другие моменты то что мы будем снимать ну и как относится семья вот и часть семьи с этой стороны видеокамеры это мой сын ну и жена вторая часть семьи это она любит смотреть она очень любит смотреть наши видеоролики и вот когда быстро кончается видеоролика на улицу и все давайте еще что-то ну на пасеку у нее детство не проходила возле пчел поэтому если даже надо мне что-то помочь что приходится ее уговаривать конечно вот чел она не так она с пчелами как бы как бы мне хотелось ее привлечь к этому делу вот ну вот как то вот так там по условиям эстафета эту эстафету необходимо кому-то передать я в принципе думал над этим вопросом и я бы сказал так что эти вопросы которые заданы в этой эстафете необходимо ответить всем для чего создан канал о чем этот канал как семья относится и принципе я бы этот вопрос переадресовал всем видеоблогером всем кто занимается пчеловодством и снимает выставляет на канал свои видео на этом все тем пока